Почему Россия? Здесь реально ходят медведи по улицам. Есть собаку? Не классно. А жить-то как? Это опасно, это страшно. Почему и мужчины идут на пластические операции? Китайцы очень много едят. Россия сама по себе достаточно безопасная страна. Я уверен, это они у меня взяли этот телефон. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Мои гости — это иностранцы, которые родились и выросли за границей, но выбрали жить для себя здесь, в России. Почему? Расскажут они сами. Ну а вы подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также группу ВКонтакте. Все то, что не вошло в этот выпуск, обязательно будет опубликовано там. Ссылки я оставлю в описании. Китая, а студенческий проживает в России. Считает себя обрусевшим как минимум по двум причинам. Именно здесь он отказался от мейкапа и, наконец, полюбил отражение в зеркале. Не разделяет азиатский тренд на феминных мужчин. Восхищается русскими красотками и обожает внутренний туризм. Сиен, ты знаешь, сегодня будет такой не самый обычный выпуск, потому что, ну и жизнь у тебя не самая обычная, как мне кажется, потому что ты сначала жил в Южной Корее, потому что ты там родился, а потом с родителями переехал в Китай. Да. А после этого ты переехал жить в Россию. И я хочу сегодня поговорить про три страны. Про Южную Корею, про Китай и про Россию. Ну и начать, конечно, хочу с России. Почему ты, собственно, решил переехать и за что ты так полюбил вообще Россию? Ну, я вообще очень люблю языки разные. И мне очень понравились славянские языки. И, соответственно, я думаю, самый главный язык из всех славянских – это русский, так как, ну, Россия очень большая страна. Ну, еще сожалел кошелка родителей. Ну, я слышал, что, может, в Европе, в США дорого учиться и, ну, квартиру снимают, вот, еда дорогая и так далее. И посмотрел Россию. О, там еще очень бюджетно. Отлично, поехали. Сиенг, а что вообще сказали твои родители и друзья, когда ты им сообщил, что собираешься переехать в Россию? Такой же вопрос. Почему Россия? Как бы сегодня я считаю мое решение правильным. Потому что в данное время очень много иностранцев, особенно китайцев, приезжают в Россию. И многие из них бизнесмены. Но все равно не очень понятно. А почему ты не выбрал образование для себя в Азии? Или в Азии с образованием вообще какие-то проблемы? Я мог остаться в Китае, и даже у меня были планы. Я хотел, кстати, как и вы, как и ты, тоже пойти на телевидение, быть ведущим. Ну, Россия звучала круче. А есть у тебя ощущение, что русские и китайцы чем-то похожи? Ну, как минимум тем, что мы там всегда поможем, подскажем человеку, мы достаточно такие добродушные. Или это только на первый взгляд? Да, очень много похожих чертов между китайцами и русскими. То есть чем европейцы, я считаю, русские намного ближе к китайцам. Если прям китайцы и европейцы будут находиться на одном месте, неважно, о чем идет речь, они будут не понимать друг друга, даже если на одном языке. Потому что у них менталитеты слишком разные. И, кстати, в Китае очень много изучают про Россию. Российская литература, музыка, они как бы уважают вас очень сильно. А относительно Кореи, насколько мы похожи с корейцами? Ух, с Кореей, мне кажется, есть такое расстояние. Для корейцев соседи больше как китайцы или японцы. Многие, я считаю, предпочитают как американскую культуру. С Россией, я думаю, все-таки расстояние есть. Если в Корее что-то считается молодое, что-то считается новое, крутое, то все молодые люди повторяют за этим, хотят тоже быть одним из них. Но в Китае, кстати, как и в России, нет такого. Кому что нравится, тот и чем занимается. А помимо этого, за то время, пока ты живешь в России, ты выделил для себя, например, три ярких плюса жизни в России? Первое, я бы сказал, что русские очень честные, они очень прямые. Если даже ты им не нравишься, они тебе это прямо скажут. А не как обычно, как бы тебе говорят с улыбкой «привет», а на самом деле думают о другом, желают тебе что-то плохого или так далее. С русскими можно искренне общаться. Я считаю, это очень большой плюс. И это как менталитет. Не только кто-то такой, а в общем. Допустим, когда я живу у себя в Китае или в Корее, люди уже привыкли к мошенничеству. Ну, неважно, чем ты занимаешься, тебе нужно всегда быть аккуратным, чтобы тебя не обманули. Но в России я удивляюсь, допустим. А в этом так легко же человека обманывать. Допустим, я оставляю свою машину на мойке. Они такие, ну, оставьте ключи. Я говорю, ну, зачем? Ну, вы же можете мою машину украсть. Ну, со временем я уже понял, что такого здесь нет. Люди не думают так. Как бы зачем, они говорят. Но, насколько я понимаю, когда ты летел сюда, в Россию, ты практически о нас ничего не знал. Я даже знаю, что ты думал, что здесь реально ходят медведи по улицам. А какие еще были стереотипы? Ну, я знал только о водке, о медведях, что русские грубые. Все любят жить в природе с животными. Они дружат с животными. Ну, конечно, я думаю, так же, как все и думают. Такие мемы в интернете. Полицейский кулаком просто разбил окно машины. У нас в России тоже очень много мифов и стереотипов, как о Китае, как о Корее. И для того, чтобы узнать, собственно, что люди думают об этих странах, мы вышли на улицу и прям спросили людей об этом. Я предлагаю тебе сейчас посмотреть это видео. У меня будет два для тебя видео. Первое о Корее, второе о Китае. И сказать нам, что правда, а что на самом деле миф. Нажимай вот здесь play. Стереотип номер один, то, что в Корее едят собак. Я знаю, что там есть кей-поп, очень развитая структура. Там есть популярные группы, как BTS, Blackpink, StrayKiss, ну и много-много-много всяких. Кей-поп, бьюти, индустрия. И, ну, какой-то, не знаю, как это фэшн направление, может, говоря о Южной Корее, сразу представляешь, что это такая стильная страна. Ну, говорят, что корейцы чистоплотные очень. Не знаю, правда это нет. Они трудоспособные, трудолюбивые. бывают, посвящают действительно много времени своей работе. Ну, насчет трудолюбивости, я бы сказал, да. Я уже живу в России четвертый год и встречаю своих. Я замечаю, какая большая разница между мной и этими, ну, корейцами или китайцами. Они очень трудолюбивые. Они встают рано утром, до вечера. Чем-то постоянно занимаются. Они, для них, будто, отдыха мало. Ну, кстати, как и мои родители, они считают, отдых это что-то ценное. Ну, допустим, в поколении моего дедушки, как бы, спать днем, это было, как бы, категорически запрещено. За это его могли ругать в семье. Даже для того, чтобы не быть плохим, он моей маме, то есть это папа мамы, он моей маме сказал, что он думает о делах, о бизнесе, пока он лежал и спал в днем. Еще, кстати, вот насчет собак, ну, и лично я считаю, есть собаку не классно, так как, ну, и во всем мире тенденция такая, собаки милые, они друзья человечества, ну, друзья люди. И, кстати, у нас тоже собака дома, она милая, она, это подель, его зовут Тедди. Так едят все-таки в Корее? Как я знаю, есть, есть такие зоны, где, ну, куда любители мяса собак приезжают и кушают, допустим, мой папа, он сказал, что поел собаку один раз, но когда мы решили принять эту собаку, подель, он очень говорит, что сожалел. Ну, как бы, я отношусь спокойно, ну, допустим, на улице, там, друзья, знакомые могут спрашивать, там, а вы правда едите собаку? Ну, я уже привык к таким вопросам, ну, да, по настроению, если плохое, ну, можем большую собаку съесть. Давай посмотрим видео про Китай. Власти ввели ограничения на деторождение, что теперь на одну семью не больше одного ребенка. У них очень сильное перенаселение. Они много курят, мне кажется, что они такие, чем-то похожи на нас, на русских, ну, по менталитету. Они много едят, едят палочками, да, еще, причем, оба большие порции. Много дешевых товаров, много, то есть, прям, очень много всякого замечения, но крайне дешевого и сомнительного качества было. Сейчас, насколько это так, не знаю. Насчет еды, это моя любимая тема. Да, правда, китайцы очень много едят, они этим наслаждаются. Допустим, у нас обычно бывает завтрак, обед и ужин. Три раза едим в день. А у них еще отдельное слово, я думаю, в русском тоже есть. Как ужин после ужина. Много чего происходит на столе в кафе в Китае. Допустим, если ты хочешь говорить о бизнесе, вы не сидите в офисе, это не место для переговора. Обязательно на столе, чтобы была еда, хороший алкоголь. Потому что, когда человек сытный, как бы у него настроение тоже улучшается. Мне кажется, в этом мы точно с русскими, но китайцы с русскими похожи. Я предлагаю поговорить о твоей карьере. После языковой школы ты поступаешь в один из самых престижных университетов, университет МГИМО. На факультет международных отношений. И, соответственно, студенческие годы, это веселое время, класс. Но, насколько я вообще знаю, что в Корее и в Китае студенческие годы, это не самое веселое время, потому что достаточно жесткая конкуренция. Конкуренция везде. С того момента, как ты рождаешься. Допустим, когда учился в Китае, я с младшей школы учился до конца старшей школы в Китае. В третьем и четвертом классе уже учителя нам говорили, если вы нехорошо сдадите экзамен, ну, важный государственный экзамен после младшей школы, то ваша жизнь может быть некачественной. Много таких страшных слов я слышал в младшей школе. Ну, не только там, конечно, и в дальнейшем тоже. Это для того, чтобы, ну, с одной стороны, давать мотивацию студентам, чтобы, школьникам, чтобы они более трудолюбиво учились и старались. И, конечно, самый важный экзамен у нас, как и у вас, как и в России, ЕГЭ, государственный экзамен. От этого может зависеть судьба человека. Это настолько важно, что люди могут повторно 2-3 года учиться на последнем классе старшей школы, чтобы только ради того, чтобы поступить в хороший университет. Хороший университет, это, соответственно, значит билет в хорошую компанию, на хорошую работу. А если не так, то куда? В Корее, допустим, многие выбирают свою профессию как почти по-любому работа в какой-нибудь компании. Ты не можешь заниматься настолько свободно, как и во фильмах показывают обычно своим интересам. Многие люди просто сидят в офисе перед компьютером, занимаются теми делами, которыми они не особо хотят. Ну, это стресс от общества, от жизни. А если не так, то как ты будешь себя кормить? Сиенка, я правильно понимаю, что в Корее есть некая вот такая прям погоня за этими оценками? А в Китае, я так понимаю, тоже. Да. А вот обучаясь здесь, в России, что ты можешь сказать? Как проходят эти студенческие годы? Они какие-то расслабленные или тоже приходится прям очень стараться? Главное, чтобы сдавал экзамены хорошо. И я очень доволен этим. Я как бы трачу многие, ну, почти все свое свободное время на компанию друзей, на свои интересы, как бы, ну, тренажерный зал и игры. Еще я очень люблю путешествовать. Я вот, ну, я любитель автомобилей, и я очень, как бы, просил своих родителей, чтобы они мне купили одну машину, чтобы я ездил по России. Я, на самом деле, очень хотел тоже по Европе путешествовать, так как, ну, Россия, ну, Москва очень недалеко находится. К сожалению, еще не удалось туда. Ну, по России я очень много путешествовал, и этим очень горжусь даже. А где ты был? Сначала Золотое кольцо, возле Москвы, еще, ну, маленькие города, как Тула, Воронежа, Ростов-на-Дону, Махачкала, Каспирск в Дагестане, еще Чечня, еще были в Мурманске с друзьями за северное сияние, Владивосток. К сожалению, еще в Сибири не успел побывать. Ну, и еще и Санкт-Петербург, и ближайшие города, прям совсем рядом с Финляндией. Еще Смоленск, не доезжая до Беларуси. Мурманск просто очень, я бы сказал, самый красивый город зимой. Снег в городе, ну, снег и этот город просто как замечательная комба, лучшая смесь. Фонарики на улице просто выгодило как город в сказке, в книжках этих, да. Я очень рекомендую побывать всем, ну, в Мурманске. Казань, кстати, Казань. Нижний Новгород. Ну, давайте в этом закончим. Это круто, это впечатляет, действительно. В Корее вот эта вот погоня за идеальностью, она существует не только в учебе, но она практически во всем. Во внешности, сюда же относятся пластические операции и все остальное. Так это или нет вообще, и почему, на твой взгляд, так происходит? Очень интересный вопрос, кстати, а чего вот такое мнение, почему нужно быть идеальным? Корея очень строго относится к всему, допустим. Мы, я бы сказал, мы любим обсуждать людей, допустим, даже на улице. Мы смотрим на человека, ну, говорим, обсуждаем вот это друг с другом. А почему он так одет? У него, допустим, ноги такие некрасивые, но все-таки ходят в шортах. Или даже такая речь может быть даже в компании, допустим. Я могу вот обсуждать тебя, там, твое тело. Мне только комплименты могут говорить. И это как бы даже принято. И никто не обижается? Обижаемся. Ну, так и работает. Допустим, я считаю, в Америке они более свободно к этому относятся. Ну, так и ты родился, это как бы, ты это не исправишь. Это не характер или какие-то привычки. У нас почему-то, да, многие смотрят в зеркало на себя, и они думают о том, что какой я некрасивый. И мне нужно вот это исправить. Это ошибка. Это опасно, это страшно. Я не ходит на операции. А у меня тоже было такое, потому что у меня будто глаза по размеру не одинаковые. Один глаз меньше другого. Это больше зависит от атмосферы, от среды, от общества. Ты же становишься одним из них, когда там находишься. Как ты думаешь, от этого корейцы живут в каком-то состоянии стресса, то есть какой-то вообще перманентный стресс? И как тогда жить в таком обществе, когда ты сам все время в стрессе, и вокруг тебя люди все в стрессе? Ты понимаешь, ты бесконечно работаешь, бесконечно за что-то борешься, тебе нужно быть суперкрасивым, суперидеальным. А жить-то как? В Корее есть такой даже нюанс, что кто красивее, тот и круче. В одной компании, если ты самый красивый человек, то к тебе будут относиться с уважением. Как говорили, что вот это большое давление, большой стресс, чем люди это выражают? Вот мы начинаем обсуждать внешности других людей, кто менее круче, ну и так далее. А я знаю еще про Корею, что в Корее очень сложно стать своим. Ну то есть условно, если я перееду жить в Корею, то я сколько бы лет я там не прожила, ассимилироваться я с большей долей вероятности не смогу. Потому что корейцы никого не воспринимают, кроме корейцев. Это правда? Это правда. Очень смешно на самом деле, но корейцы очень расисты. Допустим, мы уже долго живем с родителями в Китае, но есть местные общества, где тоже корейцы, допустим, у нас есть футболный клуб, в котором играют почти только корейцы. Некоторые парни из этого клуба поженились на китаянках. Они родили детей, их оправили в корейский детский сад в Китае. То есть, там, учителя, дети и все корейцы. Но почему-то к их детям относятся не особо хорошо. Понятно уже, по какой причине, потому что они метизм. Ну, мне очень грустно, конечно. Из-за этого, ну, как бы какая разница на самом деле же. Как и многие иностранные студенты, Си Йонг приехал из Китая, чтобы получить высшее образование в России. По итогам этого года наша страна занимает шестое место в мире по количеству учащихся из других стран. В общем, у нас около 400 тысяч иностранных студентов. И эта цифра выросла на 9% относительно прошлого года. По данным Министерства образования, большее количество иностранных студентов в России изучают специальности, связанные с медициной, а также спросом пользуются инженерное дело, бизнес, управление и образование. Мне очень нравится слушать твои истории про Азию. Это реально классно. Я предлагаю продолжить эту тему. Хочу спросить тебя по поводу работы непосредственно в Корее. Я знаю, по крайней мере, я так слышала, что в Корее, в том числе для трудоустройства, особенно в какую-то классную крупную компанию, тебе нужно обладать определенными параметиками. Внешними параметрами. То есть это красота, вес, рост. Это правда? И вообще кто-то из твоих друзей сталкивался с этим? Есть в нашей культуре такое, как лицо человека. То есть его жизнь или еще его манера, какой этот человек, они считают, что это написано на лице. И, допустим, в крупных компаниях выбирают таких, которые не будут изменять своим. Ну, я лично не понимаю, как это смотреть и что это такое, но как бы они разбираются в этом. Мне еще вот очень интересно. В России эстетическая медицина и хирургия, пластическая хирургия я имею в виду, достаточно развитые и достаточно на высоком уровне находятся. Но здесь у нас этими услугами чаще всего пользуются женщины. Тогда как в Корее этим активно пользуются и мужчины тоже. Да. И, условно, если бы такой молодой человек, причем корейцы очень любят мужчины, краситься, делать макияж, и если бы такой мужчина, соответственно, попал бы в Россию, я думаю, ну, ты уже прожив какое-то время в России, ты, наверное, знаешь, что наши мужчины бы не восприняли всерьез, ну, как и девушки. Почему вообще так происходит? Почему и мужчины идут на пластические операции? Не могу все равно понять. Ну, типа, это виной кей-поп или вот... Может быть, но не только кей-поп, и вот сериалы, и фильмы, и все, как бы... У нас в обществе читают, допустим, девушки предпочитают накрашенного парня вместо ненакрашенного. Они смотрят на накрашенного красивого парня и думают, ой, какой он красивый, какой он тщательный. Как бы... А, есть тоже такая логика к тому, что... Если ты девушка, допустим, и ты не накрашена и ходишь на работу, они считают, что ты не имеешь уважения к работе, к коллегам. Допустим, ты должна быть тщательной, красивой, собранной, чтобы показывать свое уважение. Может, такая логика тоже влияет на мужчин в последние годы. И, кстати, я тоже пользовался тональным кремом для лица, чтобы лицо выгодило, кожа выгодила более гладко, чтобы перекрывать некие некрасивые черты. Но, кстати, я приехал в Россию, и у меня все спрашивали, «А почему ты красишься и ходишь? Ты же пацан». И как бы... Я говорю, ну, как бы я уже привык так делать. Ну, почему бы нет? И как бы перестал. И теперь тоже привык. Так как здесь мужчины не красятся, я тоже не крашусь. Не обязательно тратить время перед зеркалом. Каждое утро стараться выглядеть получше. И я очень этим доволен. А нет у тебя какого-то ощущения, что вообще с приходом кей-попа в Азии наступил какой-то некий тренд на таких феминных мужчин? Ну, я сам тоже считаю, допустим, смотрю кей-поп, ну, клипы, там танцуют парни, но такие накрашенные, там волосы разных цветов. Они такие еще очень часто худыми бывают. И выглядят очень женственно. Кто-то предпочитает, правда, таких парней, кто выглядит более женственно, более мягко. Но, как бы, мне это было не особо понятно. Кстати, это уже последние годы. Теперь тоже почему-то, ну, как бы, нет, это хорошо, что предпочитают здоровое тело, здоровую фигуру, здоровых людей. Что начали очень много тренироваться, набирать мышцы себе. Я очень рад, что общество меняется к хорошей стороне. То есть худоба в Корее перестает быть модной? Я думаю, это уже прошлая мода. Интересно. А как происходит в Китае? Вообще кей-поп появится? Какое-то влияние на Китай? Или Китай настолько закрытый, что ничего туда не проникает? Ой, нет, в Китае, да, были популярны кей-поп. Я думаю, может, но любители до сих пор увлекаются этим. Ну, в Китае тоже свой поп. Ну, получается, уже как... Ну, на английском тогда будет «си-поп». Ну, у них в последние годы тоже стала очень развита вот эта индустрия. Там очень много молодых актеров, певиц. Иногда мне бывает непонятно, но какие-то люди в интернете знаменитые. Ну, правда, было такое время, что они оказывались от корейской музыки, от фильмов, сериалов. Было запрещено это включать в телевизоре, ну, то есть для телеканалов или сайтов фильма. Я вообще считаю, что Россия, и, в частности, Москва, один из самых безопасных городов в мире. Ну, и вообще Россия сама по себе достаточно безопасная страна. А что по этому поводу вообще происходит в Китае и в Корее? В Китае, я слышал, в последние годы очень много ставят вот эти камеры, чтобы следить за преступлением и так далее. А в Корее вообще изначально с моего рождения было, ну, страна по размеру небольшая, что если бывает преступник, очень легко его найти и поймать. Там все в камерах, да? Да. Даже если, допустим, в Корее там опять кошелек упал на пол, люди не будут это трогать вообще, потому что, ну, все знают, что владелец придет и сам это заберет. Не надо даже его трогать, чтобы там взять, отдавать кому-то в полицию, или не стоит, потому что они могут даже от тебя подозревать, что ты пытался это как бы забирать себе. В России, ну, прям опасно. Мало бывает, конечно. В Москве, я считаю. Ну, все-таки ночью лучше быть дома. А в Корее? В Корее, в Китае свободно. И в Корее, в Китае? Да, да. Ты не боишься ни о чем, ну, ни за что. А здесь чего ты боишься? Как бы у меня был случай, что в парке у меня как бы украли телефон. Ну, смешно это назвать тем, что украли телефон, потому что два часа ночи я решил выйти на улицу в парк, чтобы прогуляться. Вышел, хожу, и ко мне подходят два мужчины. Они такие, ну, ой, привет, брат. У меня сегодня очень хорошее настроение. У меня сегодня день рождения, но я не знаю, как это отмечать. Давай вот подружим. И вот так начались начались физические контакты. И потом он такой добрый, я не мог отказываться по нашей культуре. И как моя личность, привычка, что я просто соглашался с ним все время. У него же день рождения. И потом он начал меня учить по боксу, по кунг-фу и так далее. И, соответственно, он должен со мной иметь контакты физически, чтобы меня учить. и когда они меня, ну, вот все выучили, я как бы потрогал свой карман, ой, телефон нет. Я уверен, это они у меня взяли этот телефон. Вот ты интересный момент сказал, ты говоришь, я не мог им отказывать, потому что у нас такая культура. А что это значит? Не важно, какая у тебя эмоция, ты не должен свою эмоцию личную показывать. И ты должен с улыбкой относиться к всем людям. Ну, как бы, по крайней мере, к чужим людям. Это так в Корее принято? Да. Потому что ты должен быть все время вежливым. Сиен, хочу подытожить то, что мы с тобой сравнивали, и поставить баллы от 1 до 5 разным сферам жизни в России, Китае и Корее. Еда, соотношение цена и качество Кореи, Китае и России. Корея 3. 3,5. Китай я бы поставил 4,5. Россия 3. Почему? Почему в Корее, Китае, ну, я поставил оценку побольше, потому что там люди очень любят еду, они очень оценивают еду, и люди для того, чтобы найти хорошую вкусную еду, они готовы тратить очень много, ну, не очень много, конечно, достаточную сумму. И, соответственно, я думаю, эта сфера тоже развивается, и появляется конкуренция, что они за более низкую цену могут предоставлять качественную еду вкусную. А в России, мне кажется, люди относятся к еде как бы так, что мы употребляем еду, потому что без еды мы умрем. А как бы еда нужна, конечно, ну, как бы, ну вот так. Чистота на улицах города? Китай, Корея и Россия? Россия, кстати. Я бы поставил 4,5-5, Россия, Корея, 3,5-4, Китай. Зависит от времени. Допустим, в моем детстве я бы поставил 3, сейчас, может, 4. А в России, как бы, в городах всегда бывает чисто. Это уже сложилось вот так в моей голове, потому что очень много сотрудников, кто этим занимается, они убирают, они чистят этот город. Даже, ну, на улице, там, очень много машин я часто вижу. Экология. Чистота воздуха и ощущение вообще свежего воздуха. зелень в России, в Китае и в Корее. В России 4,5-5. Мне очень нравится экология здесь. Я дышу свежим воздухом. Даже в Москве, в большом городе. В Китае 3. В Корее, как бы, выше я тоже не поставил бы 3,5 максимум. Я над этим, ну, как бы, не подробно смотрел, не читал, не изучал. Но у нас воздух не всегда чистый. Как бы, уже привычно то, что это так. Но в России небо прям голубое-голубое. Сиенка, хочу поговорить с тобой немного про личное. Ага. Насколько мне известно, ты свободный парень. Нет, уже не свободный? Свободный. Но я надеюсь, что у тебя был какой-то опыт романтических отношений с русскими девушками. Да. Расскажи, отличаются русские девушки от азиатских? Русские девушки более свободны. Хотя, по сравнению с европейцами и американцами, менее. В этом мы ближе друг к другу. Во-первых, русские девушки очень нетребовательны. Допустим, если ты хочешь общаться с нашими девушками, они смотрят не только на тебя, но и смотрят на твою семью, что ты можешь предоставить нам, то есть этой паре, на будущее. они уже обдумывают обо всем и потом принимают решение, общаться ли с этим человеком. А если брак, то, конечно, гораздо серьезнее. А в России как бы ты мне понравился. Да, как бы ну, будем общаться, попробовать, смотреть, там, подходим ли мы друг к другу, ну, характер, привычки, все такое. И к этому относятся, как бы попроще, я считаю. Мне интересно, как принято вообще в Корее ухаживать за девушкой? И принято ли вообще, когда мужчина ухаживает за девушкой в Корее? Мужчина главный, мужчина все решает, ну, соответственно, он и кормит всю семью, обеспечивает. И как бы женщина должна слушаться. Она, чем больше она слушается, тем хорошая она женщина. Ну, можно так сказать вообще. Ну, а в современной Корее уже влияние сериалов, фильмов, ну, такое культурное влияние очень сильное, что молодые люди теперь считают, как бы, уступать девушкам, уважать мнение. Ну, это, конечно, нужно. А еще заботиться о девушке, холодно ли ей, хочет ли она ест, хочет ли она пить. Это, как бы, тоже принято. А мои родители, они более такие, ну, они с прошлого века. Не, насколько я понимаю, в Корее, в принципе, вместо как дела, у тебя спросят, а поел ли ты. Вот. И, условно, тот же там парень, девушке своей, вместо того, чтобы подарить цветы, он ее кормит. Да. И это считается ухаживанием. Да. А при этом, если он меня кормит, счет мы делим пополам? У меня не было корейских девушек. И, когда я еще был школьником, что тяжело сказать. Но, да, культурно, традиционно, мужчина должен угощать больше. Сиенка, у меня осталось три главных вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Хорошо. Три главных качества русской души. Первое, я бы сказал, честность. Второе, правдивость. То есть, на улице, если там девушку обижают, или компания людей бьет одного человека, русские, неважно, несмотря на что, ни на что, они обязательно выйдут, помогают слабому человеку. И это безумно ценный характер, я считаю. Если русские сказали что-то, что я сделаю, то неважно, какой процесс, они обязательно выполняют свои слова. Я считаю, это очень хорошо. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Первое, это то, что мало чего бывает круглосуточно. Допустим, я хочу выходить, ну а что, я хочу выходить, я хочу покупать продукты, или еду. ну, мне приходится в России искать долго, ходить долго, чтобы найти то, что мне хочется. Ну, в этом у нас прям пять минут, за пять минут ты все сделаешь. Еда русская, сложно сказать, последняя. Как ты считаешь, что русскому нужно для счастья? Я думаю, русскому для счастья нужно, чтобы просто хватило. Допустим, одному русскому не нужно много богатства, чтобы все хватало, чтобы была еда, была работа, и тоже был отпуск, свое время, чтобы было все стабильно, ну, чтобы было вот эти минимальные вещи, которые мы считаем. и он уже счастлив, считаю. Спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Спасибо. Мы тебе обязательно расскажем о сервисах доставки круглосуточных, расскажем о наших магазинах, аптеках, у нас все есть. Может, ты просто, не знаю, за четыре года не успел их как-то узнать, но мы тебе сегодня обязательно за кадром все дадим. А я напомню, это был проект «Мы и они». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, мы все читаем. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте, потому что все то, что не вошло в этот выпуск, теперь будет там. Ссылки под выпуском. И помните, хорошо там, где мы есть.